То, что мы сосуды есть, это подтверждено Писанием. Написано, мы знаем, что когда наш дом, наша хижина, разрушится, то есть когда мы умрем, то мы имеем дом на небе нерукотворенный вечный. Но то, что будет на небе, и тот, кто будет жить на небе, это тот, кто во мне живет, в нас живет. Когда наш дом разрушится, мы получим то, что мы имеем, живя здесь, в нашем теле. Что в нас живет, мы можем узнать очень просто. Написано, вот избытка сердца, говорят уста. Что человек говорит, то в нем живет. Тем человек наполнен. Итак, как быть сосудом Божьим? Бог создал нас для этих целей, чтобы мы были этими сосудами и служили благословением для других. И это большая привилегия и честь. Я думаю, вы еще не забыли, я рассказывал о церкви «Живой поток». И я говорил, что это значит «Живой поток»? Я говорю, что поток живой – это движение. Это движущая вода. Это не так, которая стоит в каком-то резервуаре или озере. И я сравнение вам просто сказал. Есть мертвое море. Оно мертвое, потому что туда упадает Ярдан и другие источники реки. Но оттуда ничего, ничего не вытекает. Если бы что-то было такое проточное, это бы озеро ожило. И именно по этому принципу многие живут в озера. Туда что-то втекает, и оттуда что-то выходит или вытекает. Если мы хотим быть сосудами Божьими, то мы не только должны принимать благословения Божьи, но мы должны охотно делиться этим с другими. Тогда благословения будут возрастать, они умножатся. Мы будем орудием в руках Божьих. Вы знаете, люди в основном, они используют человека. Иногда, когда приглашают человека в компанию, в гости, человек идет, он весь красиво одет, просто весь в парфюмерии, приходит туда, и вдруг он узнает, что нужен не ты, а твои деньги. Печально, правда? Нужен не ты, а твое тело. Такое тоже бывает. И самое страшное для человека, когда он в конце концов понимает, что ты никому не нужен. Но кто-то не против тобою просто попользоваться. Бог желает употреблять нас для своих возвышенных целей. И всегда, когда Божья работа совершается через нас, это служит огромным благословением, в первую очередь для нас, а потом уже для других. Я благодарю Бога за то предназначение, которое мы имеем в своей жизни. Я читаю Слово Божье второе послание Тимофею, и это будет вторая глава, два стиха. 20-й и 21-й. Но в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Сколько в мире не хватает доброты и тепла. Но есть сосуды, которые употребляет Бог, которые пригодны на всякое доброе дело. Наше желание быть сосудом чести, чтобы Бог употреблял нас. Но в большом доме, как я прочитал, в доме любой хозяйки есть разные сосуды. Есть сосуды, с которых вы пьете просто сок или воду, а есть сосуды для мусора. Когда идет речь о разных сосудах, безусловно, нам хочется быть золотым или серебряным сосудом. Но здесь подчеркивается чистота сосуда. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом каким? В чести. И не так важно, он уже из золота или из дерева. Важно, чтобы он был употребляем. Мы посуду покупаем не только, чтобы они заполняли наши шкафчики, но чтобы можно было из них кушать. И как бы хорошо ни приготовила хозяйка, если подадут вам что-нибудь в грязной посуде, вы вряд ли будете кушать. Поэтому наш аппетит, он зависит не только от приготовленного, то, что приготовлено, но и от чистоты сосуда. Несколько слов о ценности самого сосуда. Мы являемся сосудами в руках Божьих. Наше призвание открывать людям путь в небеса. Это почетно. Вы знаете, что это служение, оно выше даже земного служения каких-то министров или президентов. Открывать людям путь в небеса. Указывать на спасителя, который единственный пришел, чтобы помочь человеку в его нуждах и в его борьбе с грехом. Поэтому, как мы можем быть сосудом Божьим? Если посмотреть в Евангелие, то мы можем увидеть, с чего начинали свое служение Христос, Ян Креститель. Я думаю, что вы уже поняли, о чем идет речь. С чего они начинали? Они говорили всем приблизительно так. Это было их начало. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда идет речь о покаянии, нам иногда хочется просто глянуться, чтобы сообразить, о ком идет речь. Нам кажется, что это кому-то неплохо. Жаль, что кого-то нет. Хорошо, что тот или другой пришел. Но часто мы не относим это лично к себе. Но Библия говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Почему? Потому что на основании Библии практической жизни грех – это смертельная болезнь. Поход, зачавший, рождает грех, а сделанный грех – что? Смерть. Вот представьте себе такого смертельно больного человека, который ничего при этом не предпринимает. То есть в его жизни присутствует грех, а он живет, надеясь, что его пронесет. Кто-то пострадает, кто-то будет наказан, но он себя считает редчайшим исключением. Но исключений из правил не бывает. Есть правило, которое говорит, а сделанный грех – что? Рождает смерть. Но почему так бывает, что люди при этом ничего не предпринимают? Во-первых, их грехи, они им кажутся не так страшные, как об этом говорят люди или Евангелие. Им кажется, что у них грехи, ну, вполне нормальные. В конце концов, есть люди и похуже. Если посмотреть, что другие творят, по сравнению со мной, в моих глазах я как ангел, но это только в собственных глазах. А все познается во свете Слова Божия. В конце концов, если меня что-нибудь и проникает внутрь меня, просвещает мою тьму, я начинаю думать, ну, Бог то милосердный, Бог то в состоянии все покрыть и простить. И это тоже правда. Но истина состоит в том, что грех действует как инфекция. Он имеет свойство к распространению. Он имеет свойство накапливаться в человеке и разрушать человека внутри. Приблизительно такое состояние у грешника, извините меня, работа из рук валится. Работаешь много, а получается мало. Характер какой-то неуравновешенный. Нет четкости в понимании Писаний. Читаешь, но ничего не открывается тебе. Значит, человек больной, ему надо лечение. И есть два пути, как люди пытаются решить эту проблему. Спонтанное лечение. Что это такое? Ну, поднялась температура. Значит, что-то происходит в нас, да? Но можно двояко себя лечить. Можно просто понижать температуру. Принимать от температуры. Голова болит. Можно от всяких болей что-нибудь пить. Но если есть инфекция во мне или в нас, это не решение проблемы. Почему? Потому что микробы, они ведут во мне разрушительную работу. А есть целенаправленное лечение. Это прямо туда, кому это все надо. Которые убивают. Убивают инфекцию, убивают те микробы, которые разносят эту болезнь. И тогда вот эти симптомы болезни, они сами исчезают. Ни комфорт, ни воспитание, не в состоянии решить проблему греха. Только Христос, который умер на Голгофе. Что такое, в конце концов, грех? Послушайте, чтобы сотворить миры и всю вселенную. Бог все это сотворил Словом. Написано, и сказал Бог, и стало так. Какое могущество в Его величии и словах. Но чтобы уничтожить грех, у Бога не нашлось такого слова. Он не стал изгонять грех. Он не дал такого повеления, прогони его, и он уйдет. Нет. Такого в Библии, нет такой возможности в реальной жизни. Почему? Ибо без пролития крови не бывает прощения грехов. Чтобы понять ужас греха, надо обратить внимание на Голгофу. Это результат греховной жизни. Именно грехи человечества пронзили его руки и ноги. Из-за грех человечества он был распят на Голгофе. Не нашлось такого слова. Грех – это всегда ужасно. Это не как-нибудь, это не что-нибудь, что пронесет. Это вызов. Это бунт и восстание против Бога. И если мы сегодня посмотрим на грех глазами Бога, отношение наше к греху непременно изменится. Но я благодарю Бога за то, что когда недостаточно было слова. Бог, всемогущий Бог, любя нас, отдал самое дорогое, чем Он обладал, Сына Своего, чтобы мы не погибли, чтобы эта болезнь, распространяя все больше и больше, не привела нас к решающей катастрофе, чтобы грех не уничтожил нас. Что такое грех? Какое Божье отношение ко греху? Послушайте, в самом начале творения, когда Бог создавал этот прекрасный мир, который сегодня радует вас, вы знаете, что Бог сделал в начале? Бог сказал так, да будет свет, и стало так. И дальше и отделил Бог свет от тьмы. И отделил Бог свет от тьмы. Еще не было ничь этой красоты. Но это первое, что сделал Бог. И я думаю, это было сделано не случайно. И здесь мы можем чему-то научиться. Почему не по ходу дела? Ну так, постепенно, по жизни. Нет. Бог этим всем показал, что нет ничего общего между светом и тьмою. Это равносильно, как жизнь и смерть. Итак, тьма – это зло, это мир, это грех. Безусловно, что самое удивительное происходит сегодня в мире, что люди научились хорошо объединять то, что Бог раз и навсегда разделил, сказав, да будет свет, и стало так. Я желал бы искренне, чтобы в вашей жизни было больше света. И я хотел бы, чтобы это просто не было на уровне пожеланий, но чтобы стало так, как желает этого Бог. Надеюсь, что и этого и ты желаешь. Бог разделил, поэтому все попытки объединять, они не приведут к желаемому успеху. Нет ничего общего между светом и тьмой. Когда их объединить, вы знаете, что будет в результате? Будет мрак. Будет мрак. Что об этом говорит Библия, Исаии, 60-я глава. Написано так, «Восстань, светись, Иерусалим! Восстань и светись! Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Это сегодня призыв к церкви. Ибо почему надо светиться? Почему надо светить? Ибо вот тьма покроет землю, «И мрак народы». Мрак – это результат попытки объединить свет с тьмою. И мрак народы. «А над тобою восстанет Господь, воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Люди куда придут? К свету. Люди на что обратят внимание? К сиянию Твоему. А сегодня Бог говорит, что «Восстань и светись!» «Восстань и светись!» Вы знаете, что происходит, если, например, недостаточно света в жизни, какого-то человека. Я слышал пример такой. Два строителя, они решили строить дачку. Задержались на этой даче. Решили отдохнуть. Но проснувшись среди ночи, увидели, что ночь достаточно светлая. Была луна. И они решили, что нам терять время зря? Давай закончим эту работу. А потом сэкономим какое-то время. И они пошли там достраивать то, что не было недостроено. Они работали хорошо. Один говорит, я чуть не упал. А другой руку поранил. Но это была еще не вся проблема. В конце концов, когда наступил день, они увидели свое строительство, оно выглядело так, косо, криво, лишь бы живо. И это строительство, им надо было все переделывать. Почему? Не потому, что они неопытные строители, а потому, что было недостаточно света. Как многое мы строим, в результате, потом надо все это перестраивать. Почему это происходит? Потому, что тьма, она ослепляет человека. Все искажается в человеке. Он начинает и мыслить, и думать совершенно по-другому. Грех, он ослепляет человека. Попробуйте долгое время быть в темноте, а потом выйдите на свет. Вы увидите реакцию вашу личную на этот свет. Если, например, человек носит обиду или гнев, и он продолжает служить, он продолжает работать, как будто ничего не случилось. Что происходит при этом? Послушайте, что говорит Библия? Кто, но кто ненавидит брата свое, тот находится во тьме. Тот находится во тьме и дальше. И во тьме ходит, потому, что тьма ослепила его. 1 Иоанна 2,11. Живет во тьме, ходит во тьме. Причина, почему это происходит? Потому, что тьма ослепила его. Придет день, когда все это будет обнаружено. А сегодня мы можем просто делать вид, что вроде бы у нас все нормально. Но наступит день, когда все будет открыто и обнаружено благодаря присутствию обильного света. Как же в конце концов тогда быть сосудом Божьим? Это серьезная тема, мы сейчас только в начале. Но это можно выразить. Первые шаги, которые мы должны сделать, это выйдите, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. И написано, и я приму вас. И я приму вас. Послушайте, тема моя сегодня, как быть сосудом Божьим. Я еще одно место Писания предлагаю вам. Причьте Соломона, 25, 4. Там написано так. Отдели примесь от серебра и выйдет у серебряника сосуд. Я еще раз повторяю. Отдели примесь от серебра. Отдели. И только тогда у тебя, у серебряника получится сосуд. Вы знаете, что есть немало скрытых грехов. Но при этом жизнь продолжается, то есть процесс идет. А потом возникают вопросы, почему это все случилось в моей жизни или случается. Вы знаете, что ответ, он как бы наверху, на поверхности. Его легко можно обнаружить, если серьезно исследовать свою личную жизнь. Запомните, что грехи временем не стираются. Они стираются единственно кровью Иисуса Христа. Здесь не работает вопрос давности. Единство, кто в состоянии омыть нас, это Христос, когда мы приходим к Нему, открываем Мое сердце, покаявшись перед Ним. Итак, как мы можем быть сосудом Божьим? В Библии написано, «Ибо знает Господь своих, знает Господь и да отступит от неправды всякий исповедующее имя Господа». Это те стихи, один из стихов, который выше, а дальше написано, «А в большом доме есть разные сосуды, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Кто будет чист тот всего, тот будет сосудом в чести». Итак, какое же твердое основание? Оно состоит в следующем. Бог знает своих. Я могу представлять что-то себе, я могу думать, я могу мнить, что в моей жизни полный порядок, я христианин, я Дитя Божье. Но Бог знает своих, Бог использует своих, Бог рассчитывает на своих, Бог поднимает своих, и когда Бог находит сосуды свои, пригодные для каких-то важных дел и миссий, то когда Он взял в свое дело апостолов, они практически пробудили всех, весь тогдашний мир, всю Римскую империю. Они послужили для многих благословения, они приходили к больному, и они становились здоровыми. Коллеги начинали ходить. Я думаю, что, например, многие из нас не против познакомиться с такими сосудами. Это те же обыкновенные люди с такого же теста. Но это были приготовленные сосуды, и именно этих людей использовал в свое время Бог. Как бы хотелось, чтобы в нашей жизни было твердое основание. Бог знает своих. И дальше. И до отступит от неправды. Всякой неправды и словесной, и делами. Всякий, кто исповедует имя Господа Иисуса. В чем состоит это твердое основание? Или я прощаюсь с грехом и с греховной жизнью, или я перестаю называть себя христианином. Или я не должен называться христианином. Или же я оставляю в мире грех, или же грех уничтожает и разрушает меня. Поэтому послушайте, что об этом говорит Библия. Еще хочу прочитать из книги пророка Исаии. Это 48 глава, 17 стих и несколько стихов ниже. Послушайте, так говорит Господь. Так говорит Господь и Скупитель Твой, Святый Израиль, я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому Тебе должно идти. За этими словами стоит Бог. О, если бы Ты внимал заповедям моим, тогда мир Твой был бы как река, и правда Твоя как волны морские. Ты имел бы сердечный покоимение, мир, если бы Ты обратил внимание на мои заповеди и законы. Ниже здесь написано, нечестивым нет мира, говорит Господь. Присутствие греха, оно лишает человека мира и покоя. Не потому, что военные действия происходят, а потому, что дружба с грехом завязана. Нет мира нечестивым, говорит Господь. Иногда люди не понимают, почему не строятся взаимоотношения, почему нет мира в доме. Одна из причин это часто присутствие греха в жизни человека. Но там, где человек внимает этим законам, и этим законам следует и живет, там мир будет Твой, как река, и правда, как волны морские. И семя Твое было бы, как песок, и происходящее чрез Твоих, как песчинки, не изгладились бы, не истребились бы, не истребилось бы имя мое предо мною. И еще один стих, обратите внимание, выходите из Вавилона, бегите от халдеев, с глазом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте это весь до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Иакова. Я хочу обратить внимание только вот на эти стихи, которые я сейчас прочитал, они очень краткие, но здесь написано так, выходите из Вавилона. Вавилон это смешение, это попытка смешать то, о чем я говорил в начале, объединить свет и тьму, это невозможно. Это невозможно. Библия говорит, выходите, бегите от халдеев. Мы не должны подражать миру, нам нечему учиться у халдеев. Люди, которые не знают Бога и творят зло с ненасытимостью, Бог говорит, бегите от халдеев, бегите от греха. Еще несколько слов о грехе. Грех – это как инородное тело в нашем теле. Это как раковые клетки, которые если вовремя не удалить, непременно все они приведут к разрушению и смерти. и только Бог, Он имеет чудесный план на твою жизнь. Он сможет убрать всю эту болезнь и исцелить тебя и сделать здоровым. Еще один пример. Грех – это как инородное тело. Например, в вашем двигателе здесь есть автомобилисты. Вот попытайтесь, попробуйте, например, бросить какой-то болтик в ваш двигатель. Он будет, ну, например, просто из завода «Мерседес». Он будет прекрасный. Но попробуйте туда болтик еще приобщить. В результате ваш двигатель разрушится. Он совершенно выйдет из строя. Почему? Потому что инородное тело, оно несет разрушение, но не жизнь. Вот почему, когда мы имеем дружбу с грехом, наша жизнь не созидается, а разрушается. Вы можете иметь вид, но у вас нет силы, чтобы жить победоносной, благочестивой жизнью. Вы можете слушать о святости, соглашаться, но у вас не получится так жить. Почему? Потому что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Нет, ни чуть-чуть, нет, потому что она несовместима с светом Божьим. И я благодарю Бога за то, что Бог, Он прогоняет тьму. Свет прогоняет тьму, и сегодня этот свет, он светит здесь, просвещая тьму твою и мою. И если человек видит свою несостоятельность, единственное, что он может прийти к Иисусу и принести свое покаяние к алтарю. Вы знаете, что собрание длится приблизительно два часа в общем, а выход к алтарю это какие-то мгновения или минуты, но общение твое личное с Богом, сердечное, оно может сделать больше, нежели моя получасовая или часовая проповедь. Когда я слышу и я выхожу, я выхожу, оставляю и Вавилон, и Халдеев, и я иду, признавая его своим спасителем и Господом, и говорю, Господь, помоги мне, в мою жизнь приходит обилие света и мира, Бог изменяет все, поэтому приближение к Нему это серьезно. Брат Володя говорил, что мы входим, мы можем входить через поклонение прославления, мы можем входить присутствие Божие, покаявшись пред Ним. Он здесь, Он желает, чтобы ты и я были сосудами в руках Божьих. И Он уже многое сделал, чтобы все это было твоим достоянием. Но вы знаете, что я наблюдаю в реальной духовной жизни? Я наблюдаю следующее, я наблюдаю ту картину, которая описана в книге пророка Еремии, когда горчечник работал с глиной, помните это место, там написано так, когда он уже сделал этот сосуд, этот сосуд в его руках развалился, все, был и не стало, был и не состоялся, но вы знаете, что служит для меня огромным благословением, утешением, радостью и надеждой, это то, что горчечник, он взял снова эту глину, и все начал делать сначала, и он слепил этот сосуд, и он не развалился, и он не потерялся, не раскололся в огне, и он стал сосудом, благопотребным для этого горчечника, я благодарю за то, что Христос пришел в мир, христианство это единственная религия в мире, где можно начинать все сначала, можно начинать все сначала, если вы чувствуете, что вашу жизнь разрушил грех и дьявол, кажется, вы были в надежных руках, но сегодня вы не просто сосуд, вы просто кусок глины, кусок мяса, вы не чувствуете, что вас употребляет Бог на добрые дела и святые, вы не служите благословением для других, у вас нет той радости, нет того мира, с которым вы готовы поделиться с другими, разве это не катастрофа? Я прошу вас, ради Бога, доверьтесь горчечнику, я только человек, но есть Бог, который изменяет жизнь сердца, придите к Нему и скажи Господь, если ты можешь, если ты хочешь, а Он может и хочет, пожалуйста, пусть твоя работа надо мною продолжается, я признаю твой авторитет, я признаю свое банкротство, я складываю свои крылья, я прошу тебя, прости мою гордыню, я прошу смиряюсь пред тобою все мое величие, это есть ничто, но ты Бог, пожалуйста, сделай меня твоим сосудом, благословенным в твоих надежных благословенных руках, вы знаете, что когда делает человек грех, он как бы горит в этом грехе, и наступает момент, когда этот человек просто сгорает, но если грех только в мыслях, такое состояние тоже бывает, человек тлеет в грехах, тлеет в грехах, вот почему Библия говорит нам, что мы должны новую жизнь в облечься в нового человека, потому что старый человек он истлевает в обольстительных похотях, грех он начинается здесь, грех он начинается в наших мыслях, мы думаем, что это ничего, но некоторые люди без пожаров, они растлены внутри, они не имеют покоя, не имеют мира, они не имеют совета, через это вечное Евангелие молитвы нет, порыва нет, они растлены, они разложились, они потеряли Божье присутствие и Божью благодать, когда в свое время археологи, они работали там в Египте там есть пирамиды и когда они вскрыли одну из них это фараон был тут аханмон и вот они нашли там как бы его ну как это мы говорим где одежду мы просто одежду распылаем клоузет и они увидели красоту в этих одеяний царских одежд которые были шиты золотом и несмотря на то что уже прошло три тысячи лет они полностью сохраняли свое величие и вид со стороны наблюдая за всем этим можно было восхищаться всем этим но потом что-то случилось как только один человек неосторожно прикоснулся к ним они рассыпались мгновенно и вся красота и величие исчезла причина потому что все истлело в библии написано что огонь испытает все и чтобы выдержать это испытание чтобы не сгореть то надо сохранять мир и святость без которого никто не увидит Господа иметь только вид христианства это смерть в расстрочку чего я вам не предлагаю и совершенно не желаю но есть новая жизнь в Иисусе Христе моя тема сегодня как быть сосудом Божьим момент номер один это то с чего начинали Иоанн Креститель Христос и апостолы покайтесь и веруйте в Евангелию никогда не пытайтесь объединить свет со тьмою это безнадежное занятие это несовместимо но если тьма присутствует в вашей жизни вынесите все это на свет Библия говорит что в последние дни будут времена тяжкие и одна из причин потому что многие будут иметь вид благочестия или вид христианства но они не способны будут жить победоносной жизнью силы же его что отрекшиеся силы же его отрекшиеся и они просто плывут куда ветер несет куда ветер дует туда они плывут но это путь в никуда вот почему сегодня я благодарю Бога за то что наша жизнь в надежных руках я не знаю сколько твоя личная жизнь рассыпалась ты решал ты давал обещание я буду жить совершенно по-другому но снова оказавшись в новой компании или в старой не имеет значения ты рассыпался как от моли краса ты просто терялся и опускался все ниже и ниже и ты постоянно чувствовал что нет силы чтобы жить победоносной жизнью одна из причин твоей жизни присутствует грех или в мыслях или в сердце или выражен в твоих конкретных делах и поступках то что зарождается здесь и проникает в сердце ты непременно это делаешь хотя тебе это не нравится и ты этого не хочешь борьба начинается здесь на уровне наших мыслей и если я побеждаю я сохраняю себя и свою жизнь я желаю вам обильных божьих благословений я хочу чтобы вся церковь живой поток они были сосудами вы были сосудами в руках горчечника и творца вы знаете когда я глядываюсь на свою жизнь я наблюдаю следующее сколько Бог сделал надо мной работы это не перечесть не сделало это для меня ни родители ни друзья ни школа ни врачи то что Бог сделал для меня это не сравнимо ни с чем как Он работал медленно но уверенно как Он шлифовал как Он обрабатывал как Он закалял и все это уже позади и я думаю если все это не воспользовать если все это не понять и не оценить Господи это серьезное преступление я говорю Господи я не хочу так жить моя жизнь принадлежит тебе а подумайте хотя бы чуть-чуть а сколько Бог просто вас хранил вы разваливались семья ваша трещала по чвам а Бог давал возможность и шанс и ожидал твоего покаяния разве это не милость Божья разве это не надо по достоинству оценить и сказать Господь я благодарю Тебя что когда Ты прижимал меня к стенке я всякий раз находил убежище в Тебе и сегодня я знаю что моя жизнь в надежных руках Господи продолжай свой труд святой продолжай свою работу я знаю что это будет трудным для меня но всегда будет почетным и благословенным потому что я жизнь свою верил в надежные руки Аллилуйя Аллилуйя мир много обещает но мало так дает он внешностью прельщает и нищету несет а Бог говорит приди ко мне я умою тебя я заколю тебя я обожгу тебя немножко будет больно но потом будет здорово и благословенно не бойся не ты первый не ты последний только я один Бог который имею благие намерения тебе все которые проходили до меня сутворы и разбойники а я пришел чтобы дать тебе жизнь и жизнь с избытком прими Божью благодать и дары жизнь начинается там где есть Христос пригласи ее в свое сердце примирись с ним разорви всякую дружбу с грехом через исповедание и покаяние да благословит всех нас Бог во имя Иисуса Христа аминь